Всем привет дорогие друзья! В этом видео я покажу тебе 10 реально рабочих способов заработка денег для школьника. В свое время я сам пользовался этими способами и думаю настало время поделиться с вами. Ну что ж, поехали! Первый способ требует некоторых знаний в области фотошопа. Вам нужно научиться базовым аспектам фотошопа и иметь хоть какой-нибудь вкус. Потому зарабатывать вы будете на том, что делаете превьюшки для видосов популярным и не очень блогерам. Эта ниша занята очень слабо, поэтому у вас есть все шансы. Ну а для тех, кто хочет ничего не делать и при этом получать деньги, тоже найдется вариант. Например, установите приложение Globus на свой смартфон. Оно будет транслировать вам рекламу, за просмотр которой вы будете получать деньги. А чтобы заработать еще больше, приглашайте своих друзей. Кстати, заработанные деньги можно вывести на вымании, мобильный телефон и карту. Короче, советую каждому попробовать, ссылку на сайт я оставлю в описании. Следующий способ подойдет для тех, кто любит и умеет монтировать видео. Потому зарабатывать мы будем именно на этом. Я в свое время делал одному каналу видео на заказ, платили на время неплохо, около 500 рублей за ролик. При том, что тратил на монтаж я часа два, не больше. А когда была совсем лень, просто отдавал работу брату, который монтировал за меньшую сумму, а я получал чистую прибыль. Если вы любите черчение и до сих пор не знаете о этом способе, то пора уже узнать. Суть заработка заключается в том, что вы будете делать чертежи на заказ. Просто когда классу дали домашним заданием начертить какую-либо работу. Опросите свой класс, нужно ли кому-то сделать чертеж на небольшую сумму. Думаю, наберется немалое количество желающих. Если вы хорошо разбираетесь в компьютерах, зарабатывайте на этих знаниях. Установите себе на флешку всенужные программы, которые помогут вам в процессе работы. И давайте объявления по городу. К вам будут обращаться люди, которые не разбираются в компьютерах за помощью. На этом вы и сможете заработать. Еще одним способом заработка является транскрибация. Это когда вы переводите звук в текст. Есть множество разных проектов и людей, которые готовы за это платить. Кстати, это очень хороший способ черпать интересную и полезную информацию, при этом зарабатывая деньги. Также можно давать в аренду разные гаджеты. Например, у меня есть микронаушник, который я просто сдаю в аренду студентам и школьникам, которым он в данный момент нужен. Также интересным способом заработка является продажа стаканчиков со сладкой ватой. Нужно закупиться самыми ходовыми и популярными напитками и стаканчиками. Дальше разливаем напитки по стаканчикам и продаем в три раза дороже. Например, если двухлитровая бутылка колы стоит 2 рубля, то вы можете один стаканчик продавать по 60-70 копеек. А из бутылки таких стаканчиков выйдет штук 10. Профит. Деньги увеличены в три раза. Заработать могут даже те, кто играет в игры. Все, что вам нужно сделать, это бустить аккаунты, то есть прокачивать их. По сути, вы все так же играете, но играете за деньги. Главное играть только в популярные игры, так как заказанные их можно найти быстрее. Если вы хоть немного разносторонний и грамотный человек, которому многое интересно, вы можете работать контент-мейкером для телеграм-каналов. Потому что сейчас админы этих каналов хотят зарабатывать деньги с рекламы на полном пассиве и не хотят заморачиваться над контентом. Месяц введения одного такого канала оплачивается в 10-15 тысяч рублей. Ну а на этом видео подошло к концу. Напиши в комментариях свои способы заработка. Ну кроме того, что ты у мамки деньги выпрашиваешь. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok